всем привет а сегодня мы играем в hard stone у нас сегодня очередная колода в этот раз паладина мзот паладин вот он он геройский мзот паладин ну что начнем его смотреть тогда что за приз-то интересно отстойная карта нам пришли ребят честное слово на руках то у нас еще более-менее но какие нам пришли от конечно это ты повелитель кто он прист довольно необычно давайте не откладывать в долгий ящик начнем прессинговать да что ж за жирное существо то мне в руку лет назови пароль но это была твоя ошибка что ты нет не ударил да благословен будет этот рулет в интересно прими объятия теперь он не может и заклинание потому что потому что если он их заюзает то они его и продамагают интерес что приказать я проливаю у меня нет времени у меня обжор ушел это ты повелитель кто он защищает меня это мой торт так она была права быть то нечем ну глядишь придет там что то да придет я имею ввиду вот с конями интересно назови пароль интересно Интересно У него должен быть ремов Я думаю Но нам не жалко У нас будет Нзот Который отрезает Тириона И у нас появится оружие Это самое главное Которым мы сможем шмалять Или у него нет ремова Надо подумать Я изменю твой раз Надо решать быстрее Не испытывай меня Заспамили немножко стол Это тот против кого я всегда играю О чем заклинание Это никакие не сделал У нее нет заклинаний Я что-то проглядел Он не делал ради заклинаний Ну походу это победа Жду приказаний Жми насекамое Скажу сразу Что Барнса я взял чисто по фану Он здесь в принципе вообще не нужен Я просто подумал Вот кого взять И взял Барнса Было бы очень классно На самом деле Если бы Накс еще игрался И можно было бы взять Келтузада И Барнс было бы весело Если бы резал его В смысле призывал Это было бы очень весело Ну я рано радуюсь По идее у нее должно быть Еще два ремова Два погребения Вообще очень странный Понятно Ух ты Паладин против Паладина Брат против брата Утор против утра Да поможет мне свет А диван Алладин Интересно это или кто Если будет много мелочи В принципе Она бы мне наверное не помешала О она вернулась Не очень карты В стартовую руку Нам пришли Ну хотя Вот это уже неплохо Ну это же той ход только Ну или Это четвертый Жду приказаний Жду приказаний Что сделает мистер Паладин Барнс Барнс Неужели это такой же Как я Парень Ох Кого он ему призвал А Ну прям печаль Вообще Вообще Становится жарко Становится жарко Три-четыре Противный парень Ма Пусть боль Говорит за меня Жду приказаний. Жду приказаний. Жду приказаний. Блин, неужели это такой же, как я, Паладин? Невозможно. Это невозможно. Дай мне подумать. Следуй правилам. Сделай мне больно. Хорошо было бы на самом деле убить его. Я, в принципе, могу это сделать. Никто не похитит наши секреты. Нет. Верность. 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 Свободです. Верность. 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 Скорее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Испытывай меня сейчас! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, как бы нам ее забрать? По-красивому! Дай мне подумать... Заремувить мы ее никак не можем Сделай мне больно! Ага... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Походу, не будет. Или вот он тащит его сейчас. Может ему не зашло просто в руку. Так. Отличная победа. Перейдем к колоде. Да, это был действительно странный паладин. Я в какой-то момент подумал, что он такой же, как я. Но когда я увидел у него Барнса, я подумал, блин, если он такой же, как я, то он такой же, как я, безумец. Потому что Барнса сюда класят, на самом деле, это безумство. Вот кривая маны. И перейдем теперь к картам. Начнем с паладиновских, а потом продолжим уже общаковскими. Запретное исцеление. Одна штука. Можно брать смело две. Просто у меня она одна. Пыли нету. Пыль все потратил. Далее. Два смирения. Можно брать смело одно, потому что у нас еще есть такой парень, как... Где он тут? Алдор или как он там называется? Где он? Вот, да, да. Алдор, миротворец. Ну, переборы реальные. Их можно вот вместо нее как раз взять запретное исцеление еще одно и поддерживать себе холсы хотя бы в норме. Далее. Два равенства обязательно. Можно, кстати, вместо смирения взять пироманта под равенство. Вообще замечательно зайдет. Смело берите. Это будет круто. Далее. Два миротворца алдоров. Ну, понижаем дэмэдж с существом врага и плюс выставляемся. Отличное, на мой взгляд, существо. Далее. Два освещения. Ну, соответственно, ауешем в комбе с равенством. Ну, или просто ауешем. Два серебряных клинка. Немного подхиливаемся. Немного контролим стол. Хранительница ульдомана две штуки. Ну, также кого-нибудь можно сказать подхиливаем. Ну, да. Либо, наоборот, превращаем в какое-нибудь дерьмо. Вот. Далее. Священное бдение. Здесь это, в принципе, очень актуальная карта. И она намного лучше... Где тут она? Сейчас покажу вам. За три маны, по-моему. Да. Лучше, чем божественная милость. Объясню почему. Потому что у нас очень много будет существ на столе в какой-то момент лежать. И за счет этого мы понизим стоимость ему, этому священному бдению. И возьмем точно две карты. В то время как божественная милость у нас такая дека, что рука у нас очень тяжело расходуется. Но в то же время карты нам нужны. А с божественной милостью мы ничего не получим, потому что у нас рука будет полная. И у нас не будет меньше карт, чем у соперника. Это, скорее всего, так. Поэтому божественное бдение. Далее. Два белых коня. Отличная карта. То есть дают вам какую-то заклинашку. Плюс еще подхиливают вас. Это, во-первых, и подхилиться, и с заклинанием заспелиться, и коня поставить. По-моему, замечательно. Далее. Рагнарос. Слуга Света. Хилимся. Бьем по лицу. Злой-злой Рагнарос. Далее. Тирион Фордринг. Он идет у нас под Нзота. Это лучшая, наверное, карта, которая подойдет сюда под Нзота. Во-первых, Провокация. Во-вторых, Божественный Щит. В-третьих, Оружие Ашбрингер. В-четвертых, Сам Тирион довольно жирный и злой. 6-6. Это очень больно. И в-пятых, он воскрешается под Нзотом. Да. Ну, а теперь переходим к Копщаковским картам. Это два служителя боли. Также пополняем руку, чтобы было что выбрать. Барнс здесь абсолютно не нужен, ребят. Но я его взял в надежде, что он, знаете, у нас много говна здесь, поэтому вот почему он здесь не нужен, как бы. И воскрешать мы не умеем, в отличие от Преста, но все-таки он здесь взят для того, чтобы в надежде например, призвать Керна или в надежде призвать Сильвану или Тириона. То есть смело меняйте его. Если вы придумаете, что взять вместо него, смело меняйте. Я его просто решил взять, ну, типа, тупо рандом. Я люблю рандом, как вы уже могли понять по моим роликам с Пелл Преста, где тупой рандом этого ежа вообще решает. Или не решает. Ну, как правило, решает. Далее. Несущийся кода, что-нибудь убить с двумя атаками, почему бы и нет. Три-пять, очень неплохое существо. Две штучки, поэтому берем их. Ну, и теперь пошли одни легендарочки у нас. Это Керн Крововая Копыта под Нзота у нас идет и под Барнса. Далее, Сильвана Ветрокрыла или Ветреное Поведение, смотрите, как кому угодно. Точно так же под Нзота, под Барнса. Рагнарос обычный бить по лицу под Барнса тоже замечательно заходит. Ну, в принципе, под Барнса тут вообще все замечательно заходят из легендарок, кроме Нзота, наверное. Вот. И далее последняя карта, конечно же, Нзот, иначе бы это не называлось Нзот Паладином. Вот так. Две игры я вам показал. Первый, конечно, чувак сдался, второй я, честно, победил. Интересная колода, действительно. немножко она необычная, что ли. Было немножко непривычно за нее играть, поэтому я, наверное, там где-нибудь сплоховал, слоханулся. Как всегда, я это делаю из-за в последнее время мало опыта у меня. Я давно не играл за все какие-то разные классы. Вот. Ну, если ролик вам, в общем, понравился, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Пробовали вы, не пробовали эту колоду? Помогла вам, не помогла. Интересно узнать, может быть, что вы в нее закинули новенького. Может быть, потом запилим по вашей вариации колоде ролик. Ну, и, наконец, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые сборочки, новые ролики и тому подобное. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok